Уважаемый мой архитект Картуканицкий не всю правду сказал. Поскольку наш совместный проект с Глюбовым предполагал переход этой гостиницы над Тупровинского с запусканием до Енисея, то есть это была длинная пешка, действительно завершающая год. А Высотки Ульянов скорее нарисовались? Нет. Ну что, извините, я не осознанно. У меня не простая роль, уважаемые коллеги. Но я начну с конца. Для протокола я считаю, что этот объект следует рекомендовать рабочим инфектированием и строительством. Он не разрушает основные идеи площади, которые являются воронками, распахнутыми ладонями, включающими все это пространство. Он несколько ограничивает пространство, а может быть даже и правильно это. Потому что я включал в дом угол Перенцона Дубровинского, а это все-таки через Перенцона. То есть улица резала, это уже не площадь, как вы сказали, накрой ее мостом и так далее. Поэтому я считаю, что сейчас у нас сделаны конкретные, изначально задуманные границы. Высотки здесь не должны быть ничего типа с теплой коробки. Для этого никому никогда не могут посоветовать, тем более рисовать. Я считаю, что эта часть сооружения, часть сооружения не должна претендовать. Но уж если, чтобы нам долго не использовать, я излагаю свою кремлю. Я считаю, что архитектура в условиях могучей природы, такой как Красноярская, которая ничем не переплюнет, которая никогда не может быть ни столичной, ни провинциальной. Это город, утопленный в каньон, с левого берега, право, не видно, одни силуэты, саян и так далее. Мы в редкостной ситуации. В центре города парк огромный и так далее. А это часть, элемент площади. Он не должен претендовать ни на кейс с учительностью. А кредо моего, ну что особенного, ну так и надо, так и было. Если это вполне корректно сделано, если со мной посоветуются, уважаемые авторы, влияем на один свет, все-таки, и два, другая. Но в пределах концепции, не отходя от них, прошу рекомендовать завершение и стройки. Спасибо вам большое. Спасибо. По этому вопросу возразился такой прям по линии, как самая настоящая, это и площадь не принято поставить. Уважаемые, дорогие сограды, меня неправильно представляют. Я автор застройки и благоустройства этой площади, здесь тоже не вести ему два голоса, что мы и делаем еще. Разговаривая о ней, потому что это мой главный детишек. Первые линии я провел до вашего рождения, в 65-м году. Постепенно сдавались объектные элементы. Гостиница опередила театр. Предполагалось, что он будет музыкально-трраматический, то есть перед. Но совершенно замечательный, по-хорошему, что любил первый степень кайкома, Павел Федерко, сказал, нет, у нас будет опера. Ну и он отстал даже полгода в гостинице. Поэтому, затем, здание мэрии, как вы сейчас видите его, в общем, все единые, да, это просто, это три огромных заказчика. Они тоже строили два индустрия, ПК-партии, вот строятся, все равно и так далее. В общем, и не сеть коричневое, а хорошо спросом. Поэтому, этой площади всего 40 лет. Совершенно молодая еще, в общем. Совершенно недавно она представляла собой стройки, котлованы, сваи. И сегодня мы обсуждаем об одном из двух элементов. Я считаю, что невозволительно преувеличено обсуждение этого кусочка. Да, действительно, важная и очень театральная точка. Преувеличенно значительно, тем более, что мы все видели, и уважаемые мои коллеги сказали, что лаконизм, лапиданность, простота решения посадок в последнем варианте. Не вызывает вопросов. Здесь не должен быть шедевр ни в коем случае. Ах, что-то появилось. Не апатировать публику нового. Это кусочек целого. А целое представляет собой вот раскрытые ладони на кинесе. А знаете, что я считаю самым главным элементом удачного в ансамбле площади? Что догадается в трех раз? Пешеходный переходной мостик, видовая площадка на природу, согласитесь. И на город. Предполагалось, он еще шире, всю площадку. В первые эти разы, там-то четыре ступени. И не сей, и в пятый раз, там, где будут. И на рынке, и на рынке. Короче говоря, речь идет о частице большого строительного ансамбля. Ну, я имею в виду оппонентов, что вам не захотелось и кусочки поднимать этой площади. Но просто совершенно не противопоказано для этого ансамбля. Более того, мы отгораживаем от улицы, от улицы Пензона, которая тоже сейчас достаточно суетливая. И мы очерчиваем площадь под названием Театральная. Те она многие годы называлась именем 250-летия Росеевского. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, еще пополам вопрос. Вы, я знаю, что вы готовы взять какой-то совет. Можете поделиться с циклами? Что-то за советами? А, архитекторами? Архитектором я уже прояснился. Обычно это называется кредо-архитектором. Принцип, главнейший для меня, это пойти, обрадовать окружение, если я появляюсь позже в этом окружении. Вы сейчас вспомните, как я пришел к жертвам, или там шоркам, или там толпоте, или так далее, по-таршкам, да? Вы должны быть подобны этому другу. А еще лучше сказал гениальный архитектор 20-го века с том, что природа, неважно как, городская природа застройка, или живая, должна обрадоваться. Ну, как обрадоваться она, если она была причина, на его весь повод. Надо войти, белые делали, не вводя полихром, потому что, люди, сады, у нас было бы не все и голубые деньги, и так далее. То есть, максимально нейтрализовать, они не самоотвержение, конечно же, а достойный партнер общества, мужчины. В принципе, подобный, но такого подобия, конечно же, удобно, формально, и, казалось, что мы пришли, что ничего придумывали. Так и надо, так и надо, выше комплименты, с моей точки зрения. Это мировая городостроительная практика, так всегда делается. На этом месте должен быть какой-то объект. Лучше всего, если это будет гостиница, потому что к вам приехали гости в дом, вы гостей в красный угол посадите, в лучшее место отдыхать положите. К нам приехали гости в Красноярске. Где должна быть гостиница? В лучшем месте. Это тоже мировая практика. Во всех приличных городах гостиница находится в лучших, в самых удобных и самых красивых, в самых доступных местах. Это тоже мировая городостроительная практика. Аксиома, я бы сказал. И поэтому на этом месте и таким образом гостиница, я считаю, должна быть, потому что она своим присутствием повышает качество и площади, главное в городе, и города в целом. А вот по проекту, по виду, нужно что-то менять или, в принципе, подходит? О вкусе можно говорить бесконечно, и может быть здесь множество мнений. Один скажет, что фасад должен быть зеркальным, третий скажет, что на крыше должен быть сад, и то и другое не исключается. Но в данном случае архитекторы справились со своей задачей и совершенно органично вписались в существующую среду площади. С уважением отнеслись к великолепной природе, которая находится на всех горизонтах вокруг. И мы опять смотрим на Токмак, а не любуемся какими-то уже особенными изумрудами, украшенными поверхностями фасадов. Авторы предложили, мне кажется, вполне оптимальное решение этого вопроса. А застройщик справится с пятизвездочным отелем? Этот застройщик справится с пятизвездочным отелем, потому что они заказчики и строители, но они взяли себе в партнеры мировую систему, которая эти отели строит и обслуживает. Безусловно справится, в этом сомнении нет. А что за мировая система? Это бзывочку, пожалуйста, обращайтесь. Продолжение следует...